Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» информационная программа «События недели». На этой неделе глава Карачаева Черкесии в режиме ВКС принял участие в заседании Федерального штаба по газификации, которое прошло на площадке форума «Россия» под руководством вице-премьера Александра Новака и первого заместителя председателя Совета Федерации России Андрея Турчака. При участии представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей компаний «Газпром» и «Газпром-Межрегионгаз», в центре обсуждения реализация поручения президента России Владимира Путина по социальной догазификации, частных домовладений, социальных учреждений, здравоохранения и образования. В Карачаево-Черкесии эта программа очень востребована и идет хорошими темпами. Всего подано 5149 заявок, из них 1299 в 2023 году. На сегодняшний день заключено 4662 договора на технологическое присоединение к распределительным сетям. Строительно-монтажные работы по всем завершены. В 2427 домовладениях выполнен пуск «Газа». 9 заявок направлены для подключения к сетям распределения социально значимых объектов. По словам главы Карачаева-Черкесии, в регионе действует республиканская программа по поддержке отдельных категорий граждан в части субсидирования затрат. С 1 января постановлением правительства республики предусмотрено предоставление участникам и своего членам их семей субсидий до 100 тысяч рублей на покупку газоиспользующего оборудования. Рашид Тимреза выразил благодарность правительству России и руководству компании «Паугазпром» партии «Единая Россия» за эффективное взаимодействие в рамках реализации программы социальной догазификации. Эта работа будет обязательно продолжена, подытожил руководитель региона. В Карачаево-Черкесии, как и по всей России, начался прием заявлений о голосовании по месту нахождения избирателя. Механизм «Мобильный избиратель» позволяет во время предстоящих выборов проголосовать на любом удобном избирательном участке на территории России, вне зависимости от места регистрации. Для этого достаточно предварительно подать заявление в территориальную избирательную комиссию по месту нахождения, после чего человек будет исключен из списка избирателей по месту регистрации и прикреплен к новому избирательному участку. Данный механизм облегчает задачу тем, у кого место регистрации не совпадает с постоянным местом жительства, или, как в моем случае, дом находится далеко от работы. Поэтому благодаря данному заявлению очень удобно я могу проголосовать ближе к своему месту работы. С сегодняшнего дня по 11 марта необходимо будет подать предварительно заявление о голосовании по месту нахождения. Это можно будет сделать следующими способами. Они могут обратиться в любую территориальную избирательную комиссию, могут обратиться в любой многофункциональный центр, который расположен на территории республики, либо же могут самостоятельно это сделать через портал государственных услуг. Также с 6 марта 2024 года, точно так же по 11 марта 2024 года, они могут обратиться в любую участковую избирательную комиссию и оформить такое заявление. При подаче заявления им необходимо иметь с собой документ удостоверяющий личность, то есть это паспорт гражданина Российской Федерации, либо документ его заменяющий. В общественной палате республики прошло подписание соглашения о сотрудничестве с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями. В целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием при проведении выборов президента России, назначенных на 17 марта. В условиях сложной геополитической ситуации и внешнего давления, общественное наблюдение и контроль за выборами становятся более важными, чем когда-либо. Некоммерческие организации играют важную роль в обеспечении прозрачности и справедливости избирательного процесса. Их деятельность способствует укреплению доверия граждан к избирательной системе и гарантирует прозрачность проведения выборов, отмечает председатель общественной палаты Елена Лешова. Общественные организации всей душой за то, чтобы будущее было свободным, будущее было богатым, будущее, где мы бы друг другом жили, в мире взаимоуважении. И вот именно сейчас некоммерческие организации, подписав соглашение с общественной палатой, подтвердили, что вместе с ней они контролируют данный процесс, что они вместе с ней уже сейчас работают непосредственно по работе с нашими наблюдателями, вместе с нами они проводят различные консультации. Мы также учимся у наших общественных организаций, и когда будет открыт Центр общественного наблюдения, они подтвердили, что придут и будут здесь все три дня их представители находиться и наблюдать за ходом избирательного процесса. Лучшие организаторы выборов получили награды отцы Карачаева Черкесии. Церемония награждения состоялась в Большом зале Дома правительства. Почетными грамотами, знаками и благодарностями были отмечены 48 организаторов избирательного процесса. Как отметила в своей поздравительной речи председатель избирательной комиссии Лариса Абазалиева, главным богатством и гордостью этой системы являются люди, которые уделяют большое количество времени и сил, чтобы на каждом избирательном участке велась слаженная работа и отсутствовали нарушения. Сейчас реклама, а после продолжим. Очередную партию гуманитарной помощи отправила Карачаева Черкесия на СВО. Партию собирала и организовывала движение «Зов Родины» совместно с Боевым Братством Афганцев. По словам волонтеров, в этот груз вошли предметы первой необходимости, в которых нуждаются участники СВО и госпиталя. Мадина Каракетова подробнее. Отправка гуманитарного груза на СВО стала уже традицией для Боевого Братства Афганцев. Они, люди, которые не понаслышке знают, что такое боевые действия, в числе первых стали открикаться на призывы о помощи. Отправки гуманитарных грузов организовывают зачастую совместно с инициативной группой «Зов Родины», которую создали пятеро неравнодушных жителей из Карачаева Черкесии, пятеро матерей. Отправка идет «Боевое Братство Афганцев» в лице Азаматова Усмана Ясуповича. Хочу подчеркнуть Кипкеева Расула Беляловича уже на протяжении двух лет, в апреле второго числа. Будет два года. Каждый месяц у нас отправка, бывает даже две-три отправки КАМАЗами. Уже это 18-й КАМАЗ. В Ростовскую госпиталь, Донецкая область, Луганская область. Мы и сами возили, доставку делали несколько раз. Вот это за неделю второй КАМАЗ, наша отправка, и через четыре дня еще один КАМАЗ отправляем. В эту партию гуманитарной помощи вошли вода, фанера, утеплители для блиндажей, матрасы, свечи, теплые шапки, носки и перчатки, продукты питания. Волонтеры инициативной группы «Зов Родины» и «Боевого Братства Афганцев» решили и побаловать военнослужащих, организовав закупку партии сладостей. Шахризада Салпагарова, администратор группы, лично контролирует погрузку и отправку. Она знает, как важно довести все в сохранности, а главное вовремя. Сама не раз за рулем грузового автомобиля ездила на передовую. Не я одна, а мы ездили неоднократно, сами доставляли, сами побывали на СВО, видели все своими глазами. Стараемся по мере сил возможностей делать то, что в наших силах. Ждем наших ребят, болеем душой. Очередную помощь мы отправляем им. Дай Бог, чтобы все было во благо. Волонтеры инициативной группы ЗОВ Родины и Боевого Братства Афганцев рассказывают, что основной упор при организации гуманитарной помощи они делают на госпитале и отмечают доброту, готовность перейти на помощь жителей Карачаева Черкесии и некоторых предпринимателей, которые активно и совершенно бескорыстно поддерживают каждый их призыв о сборе гуманитарной помощи. Я желаю нашим ребятам удачи, чтобы они поскорее с победой живые, невредимые вернулись домой, к матерям, сестрам, к своей семье, чтобы мир был и в процветании. Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, которые нам помогают. Большое вам спасибо. Отдельной партией вслед к КАМАЗу, груженому водой, свечам, утеплителям и прочим необходимым на передовой и в госпиталях волонтеры боевого братства афганцев и инициативной группы ЗОВ Родины отправили еще один автомобиль с теплой зимней одеждой. Мадина Каракетова, Олег Малхожев, Вести Карачаева Черкесия, Прикубанский район. В поселке Октябрьском Прикубанского района Республики открылась новая врачебная амбулатория, построенная по поручению главы Карачаева Черкесии. Прежнее здание прослужило медикам несколько десятков лет и давно израсходовало свой ресурс. На торжественном открытии побывал Артур Мхце. До недавнего времени именно в этом здании в течение многих десятилетий располагались специалисты Октябрьской врачебной амбулатории. После очередного града ставшая решетом крыша перестала от чего-либо защищать. Поэтому построенная рядом по нацпроекту здравоохранения новая амбулатория стала долгожданным приятным дополнением к каждодневному труду врачей. У нас протекали потолки, у нас не было отопления. Зимой это у нас было самое настоящее бедствие. Стены покрылись плесенью. Приходилось вот в таких условиях нам работать. Теперь вот по нацпроекту нам построили вот это помещение, мы перешли сюда. Мы не можем нарадоваться. Точно так же, как наши больные. Участие в торжественном открытии врачебной амбулатории приняли представители власти в регионе и районе. Зампредправительства Джанибек Суинов отметил, что в Карачаево-Черкесии обновление первичного звена здравоохранения идет активными темпами. Это все делается для населения. Дает возможность нашим врачам, медицинским работникам, которые здесь сегодня работают и будут работать, позволит им еще шире и доступнее быть для населения нашей республики. Оно сегодня полностью укомплектовано в рамках тех требований, которые предъявляются по новым нашим фельдшерским пунктам. Далее символически перерезанная ленточка и экскурсия по кабинетам. Там уже полным ходом шел прием населения. Педиатр, терапевт, фельдшер, специалисты других профилей. В здании для всех постарались создать оптимальные условия. Новое, более комфортное здание построили нам. И для ожидания самих пациентов более комфортные условия, так как в коридоре более просторные. Более комфортно стало и посетителям. Зимой тепло, есть где дождаться своей очереди. Пришел на прием, к нам новое помещение. Раньше было старое, холодно было, а сейчас здесь хорошо, уютно. 23-й год у нас был для медицины Карачао-Черкесии одним из прорывных. Порядка 20 объектов здравоохранения участвовали в модернизации. Это и строительство и новых врачебных амбулаторий, фельдшерских пунктов, фельдшерских пунктов. Это и капитальные ремонты, реконструкции зданий здравоохранения. Большие планы у нас также и на 24-25 год. В зоне внимания специалистов здравоохранения поселка Октябрьского порядка 1200 человек. Оснащенное всем необходимым обновленное здание врачебной амбулатории готово к приему людей. А в случае экстренного вызова у медиков есть возможность оперативно отправиться к пациенту. Транспорт всегда под рукой. Артур Мухцемиха Каракелян, Вести Карачао-Черкесия, Прикубанский район. В МВД по Карачао-Черкесии состоялась расширенная коллегия по итогам работы ведомства за 2023 год. На совещание были приглашены представители руководства республики, силовых и правоохранительных структур и надзорных органов. Исполняющий обязанности министра внутренних дел по Карачао-Черкесии Владимир Нефедов отметил, что деятельность полиции строилась в тесном взаимодействии с органами законодательной и исполнительной власти региона и местного самоуправления, а также правоохранительных органов. Председатель правительства Карачао-Черкесии Мурат Аргунов сказал, что в регионе сохраняется общественная и социальная стабильность. В РИО заместителя министра внутренних дел по Карачао-Черкесии начальник полиции Курманби Шаугенов обозначил итоги работы служб, аппарата ведомства и территориальных органов. По итогам совещания Владимир Нефедов поставил перед руководителями подразделений районных отделов ряд задач. Обозначил сроки и требования к качеству исполнения. По результатам работы в 2023 году лучшим признали отдел МВД России по Малокарачаевскому району. Руководителю подразделения Марату Бачаеву вручили переходящий кубок. Второе и третье место заняли ОМВД России по Усть-Жигутинскому и Прикубанскому районов. На мероприятии были награждены и ряды отличившихся сотрудников и ветераны ведомства. В 2023 году объем поступивших сообщений о преступлениях и происшествиях снизился на 11% и составил почти 55 тысяч. Массив зарегистрированных преступлений остался практически на прежнем уровне и составил около 4,5 тысяч фактов. В минувшем году раскрыто 2839 преступлений. При этом раскрыто почти 750 тяжких, особо тяжких составов. На системной основе построена работа органов внутренних дел по разобщению организованных групп и преступных сообществ. Сотрудниками полиции выявлено 7 фактов организации и преступного сообщества. Благодаря взаимодействию органов государственной власти, МВД и других правоохранительных структур, а также мудрости и созидательности граждан Карачаево-Черкетской республики, в регионе сохраняется общественная и социальная стабильность. Особую актуальность вопроса обеспечения безопасности приобретает и в период проведения выборов президента Российской Федерации. В этом году мы также проводим выборы в законодательное собрание нашей республики. Также необходимо нам обратить внимание на профилактику и пресечение преступления против личности, нарушение правил дорожного движения, правонарушение в сфере использования IT-технологии, а также экономическую безопасность. Раскрываемость IT-преступлений составила 30%. Это, конечно, мало, но стоит отметить, что наша республика в ходе десятка регионов с наибольшей раскрываемость данного вида преступлений. Учитывая масштаб распространения, киберпреступлений, разнообразие схем и методов их совершения, мерами исключительно организационного и оперативно-ростного характера, добиться кардинального улучшения ситуации невозможно. Необходимо активизировать работу по информированию населения и, в первую очередь, пенсионеров о способах хищения девизов в лес, элементарных мерах защиты от их. Так, во взаимодействии с финансовыми структурами, прорабатываем возможности блокировки подразделенных банковских операций, проводимых людьми пожилого возраста, с передачей информации в органы внутренних дел до обвести на обстоятельствах их совершения. В Доме правительства состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Встреча проводилась под руководством заместителя председателя правительства Карачаева-Черкесии Джанибека Суюнова. Далее смотрите в сюжете. Охрана прав несовершеннолетних на половую неприкосновенность и полноценное развитие является одной из наиболее актуальных задач и приоритетным направлением уголовной политики Российской Федерации. Начальник отдела участковых уполномоченных полиции подразделений ПДН МВД Карачаева-Черкесии Кемал Гербеков представил статистику за 2023 год. Отметил снижение процента совершенных преступлений на территории республики. Он выступил с докладом об эффективности мер по предотвращению и пресечению преступлений насильственного характера в отношении несовершеннолетних. Совместно с представителями органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведено 938 рейдов. Проведено 3173 общепрофилактических мероприятий, таких как лекции, круглые столы. Из них 1613 перед учащимися учебных заведений, 469 на родительских собраниях. И 115 – это по средствам массовой информации. В ходе заседания обсудили проводимую работу по защите прав несовершеннолетних на территории Урубского района. Было отмечено, что с детьми и их родителями проводят профилактические беседы. С несовершеннолетними работают социальные педагоги и психологи. Акцент разъяснительных бесед делается на пресечении травматизма и насилия подростков. С отчетным докладом выступил заместитель главы Урубского района Казим Тимиров. В течение года на постоянной основе с сотрудниками ПДН совместно с ответственным секретарем комиссии посещались все общеобразовательные организации района, то есть 13 общеобразовательных учреждений. Осуществлялись профилактические мероприятия, направленные на раннее пресечение правонарушений в подростковой среде. Проводятся лекции на актуальные для нашего времени темы с показом видеороликов, фильмов и разъяснениями. Об организации работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи в образовательных учреждениях рассказала Гока Гербекова. Она отметила, что программа направлена на создание комфортных психологических условий для нормального развития успешного обучения детей. Вовлечение подростков в социально-массовый досуг имеет эффективность проверенную временем. Растет число детских и молодежных патриотических объединений. Возросли уровень и эффективность проводимых мероприятий, в которые ежегодно привлекаются более 32 тысяч учащихся и более 7 тысяч студенческой молодежи. По итогам заседания был принят комплекс решений, направленных на защиту прав и профилактику совершения преступлений несовершеннолетних. Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Первым официальным мероприятием, открывшим год семьи в России, стал Всероссийский семейный форум «Родные и любимые», который прошел в столице и объединил династии со всей страны и стал площадкой для диалога поколений и сотворчества детей и взрослых. Карачаево-Черкесию представила музыкальная семья Кирбижевых из Хабецкого района. По приезде с ними встретилась наша съемочная группа. Фатима Даурова продолжит. Всего в форуме приняли участие более 250 семей. Нашу республику представила музыкальная семья Кирбижевых, родом из Беслинея. Зулета Кирбижева и ее трое детей рассказали гостям экспозиции региона о музыкальном искусстве народов Карачаева-Черкесии. Исполняя старинные национальные мелодии и их современные интерпретации, семейный ансамбль продемонстрировал зрителям и слушателям уникальное звучание традиционных народных инструментов. Живое выступление музыкантов украсили танцевальной композицией в исполнении солистов театра танца Государственной филармонии Карачаева-Черкесии. По приезде из столицы семья Кирбижевых в теплой и уютной обстановке встретилась с журналистами, чтобы рассказать, как Москва их встретила, как они представили богатую культуру родной республики и, в общем, как у них получилось себя показать, да на других посмотреть. Ну и в завершении нашей концертной программы мы указали то, что мы многонациональная республика и чтить традиции очень важно. И при всем при этом пронести эти традиции в наше современное общество, у нас просто есть четкое понимание, вот они традиции, вот они современные. Ну, современная музыка, современное искусство. А вот вместе это собрать немного сложно. И в завершении мы продемонстрировали произведение, где национальная музыка была, скажем так, скомпонована с современной музыкой. Любовь матери к музыке передалась и детям. Домашние стены всегда были окутаны мелодичными звуками национальной гармоники. Зюлета Кирбижева, видя, с каким интересом дети реагируют на ее игру, старалась потихоньку приучать их к миру прекрасного. И у нее получилось. Так или иначе, все пятеро детей имеют отношение к музыкальному искусству. Глава семейства Алик Кирбижев поделился секретом счастливой семейной жизни. Многодетный отец убежден, что счастливая семья – это гавань понимания и любви. Вот так самая лучшая мама в мире – хранить тепло домашнего очага, согревая и оберегая своей добротой всех членов своей красивой семьи. Фатима Даурова, Белла Мамхягова, Ренат Мука, Вести, Карачаево-Черкесия. Жизнь и традиции народов Карачаево-Черкесии в фотографиях. На базе колледжа культуры и искусств имени Даурова открылась выставка фотографа-стипендиата Министерства культуры России Арсена Алабердова. Проект направлен на приобщение подрастающего поколения к народной культуре и искусству, формирование любви к родине, патриотичности и духовности. Смотрите подробности. Искусство видеть и умение запечатлевать мгновение – неотъемлемые спутники каждого талантливого фотографа. Торжественная церемония открытия выставки состоялась в главном холле колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова. Первыми увидеть работы именитого фотографа Арсена Алабердова пришли почетные гости и студенты. Цена то, что у нас есть такой профессионал. Будущему поколению есть на кого равняться, отметил министр культуры республики Зураб Агирбов. Я хочу прежде всего поблагодарить Арсена, потому что мы действительно в республике, я считаю, в пропорции, какая у нас маленькая республика, сколько у нас талантливых людей, мы, конечно, очень богаты. И конкретно фотографы – это наше большое богатство. И я думаю, богатство это появляется, потому что фактура богатая, потому что действительно велика и природа прекрасна, и традиции нашего народа, проживающего здесь. И в целом талант во всех сферах, он настолько богат, что, конечно, дает почву для творчества, возможность видеть прекрасное. После торжественной церемонии Родиону Наджев исполнил мелодию 16 века на национальном ногайском инструменте «Дамбре». Затем присутствующие приступили к изучению работ. Мастерски, играя светом, сочетая цветные и черно-белые фотографии, автор в точности передает задумку проекта. Уникальность выставки заключается в том, что она позволяет увидеть мир глазами мастера съемки. В какой-то фотографии черно-белое решение идет, а в какой-то цвет имеет очень важное значение. И поэтому, исходя из моего видения, в каких-то работах я оставлял цвет, потому что я считал, что он там важен, что он играет роль. Если его переводишь в черно-белое, то суть фотографии теряется. А в каких-то работах, наоборот, цвет разве что мешал. Первые посетители отмечают, что запечатленные мгновения отражают не только атмосферу жизни и быта, но и обладают тайной силой воздействия. Хочется остановиться и, вглядываясь, задумываться о чем-то вечном. Очень интересное переплетение современного быта людей разных народов нашей республики с историческими, скажем так, с историей наших народов. Поэтому хотелось бы больше таких интересных работ с переплетением истории и современности именно вот такой красивой бытовой эстетики хотелось бы в этих работах побольше увидеть. Фотографии Арсена Лабердова отличаются оригинальным стилем и глубиной эмоций. Автор рассказывает зрителю историю нашей республики, делая упор на народе, проживающем на территории Карачаева-Черкесии, отражая его традиции, ремесла, обычаи и обряды.